На сайте Маклера появилось предупреждение «Осторожно! Орудуют мошенники!» Более 30 тысяч пользователей сайта из Приднестровья получили личное предупреждение. Маклер оказался втянут в мошенническую схему. Преступники под видом покупателей связываются с людьми, которые разместили объявление о продаже. Цель мошенников – выманить данные банковских карт. Они связывались с покупателями посредством мессенджеров, не через наш сайт. Они заявляли о том, что им понравился товар, они его уже оплатили. И в мессенджере кидали ссылку на фейковую страницу, которая была сделана в формате нашего сайта, на которой было указано, что товар якобы оплачен. Аферисты говорили продавцам, что уже оплатили товар с помощью сервиса «Безопасная сделка». Чтобы получить деньги, продавец должен зарегистрироваться, а при регистрации указать данные своей банковской карты. На самом деле, никакой системы безопасной сделки на Маклере нет. Ее придумали и разместили на сайте, который в точности копирует сайт Маклера. Только для того, чтобы украсть личные банковские данные. Вчера пятеро позвонили. До этого не было. Нет, то есть... Возможно, кто-то попался, но не знал. Сложно сказать, попались, не попались. То есть, как бы, ну, есть пословица, что не стыдно не знать, а стыдно не спрашивать. То есть люди, которые, ну, может быть, в силу как раз того, что не сильно разбирались в этой системе, и позвонили к нам уточнить, мы тут же сообщали, что это мошенники, что ни в коем случае не совершать никаких подобных действий. Сообщения о подобных мошеннических схемах стали появляться еще летом в России, Казахстане, Украине. Аферисты подделывали известные сайты, например, OLX, Новая Почта, Алиэкспресс, сайты компаний-доставщиков и сайты банков. Сейчас эта схема добралась до Молдовы и Приднестровья. Так что будьте внимательны, особенно если речь идет о данных вашей банковской карты. Продолжение следует...